Добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по Москве. Я на земляном валу. Сразу хочу поблагодарить мою подписчицу или зрительницу я не знаю Аллу за то, что она дала мне эту наводку, прислала меня в этот дом, потому что я не знала об этой выступе, которая проходит в доме Пантелеева. Дом на земляном валу 56, строение 3, куда я так давно хотела попасть. Сейчас здесь находится отель небольшой. Я как-то приходила сюда, подходила к двери, но побоялась, постеснялась в нее позвонить. Как выяснилось, совершенно напрасно. Но сегодня я здесь на законных основаниях. Я иду на выставку, на выставку, которую мне посоветовала как раз вот Алла. Я беру вас с собой. Пойдемте. Свободный вход. Бесплатно. До 31 января. И еще кое-что сейчас вам скажу. Ну, сначала, конечно же, о доме. Пока мы идем к нему, вы видите с правой стороны оранжевый дом, вот вдалеке. Это и есть дом Пантелеева. Хозяин этого особняка, Филипп Пантелеев, владел скультурной мастерской, а поэтому обильно украсил дом и снаружи, и внутри своими изделиями. Мастерская располагалась здесь же, на территории его усадьбы, а поэтому Лепнина была наглядным примером его работы и рекламы для новых клиентов. Филипп Пантелеев купил дом с аукциона в 1892 году, пригласил архитектора Константина Дуванова его переделать. Дом был построен еще в 1845 году колледжской асессорше Беляевой, и сразу же она продала его купцу и фабриканту Герасиму Хлудову. Вместе с семьей он прожил в нем около 20 лет. Архитектор Константин Дуванов добавил к дому пристройку для зимнего сада и оранжереи. Справа, сейчас вы видите, стоят музы скульптурные на втором этаже. Они окружают окно этой пристройки. Скульптуры восстановили во время реставрации, но все же сейчас дом выглядит не так, как в конце 19 века. Если сравнивать с историческими фотографиями, которые я вам сюда вставлю, то мы увидим, что нет балкона с атлантами в центре дома и двух дрифонов по углам фронтона. Все это исчезло в 20 веке, как и балконы на боковых фасадах и ограда со сфинксами. Зато вход в дом сохранился на историческом месте, это то, что мы свободно можем зайти в эту гостиницу сейчас и полюбоваться интерьерами. Сразу вам скажу о том, что здесь при входе оригинальная кирпичная тладка с клеймами и мраморная лестница с деревянным поручнем. Мозаичный пол, это метлахская плитка, по-моему. Первый этаж дома возвели из кирпича, а вот второй этаж и антресоли из бревен. И эти бревна, здесь специально оставлены кусочки вот этой плитки настоящей, вернее кирпича настоящего, кладку оставили, чтобы люди видели. И оставлены такие кусочки, где можно увидеть бревна. Вот. Здесь я вам покажу один зал. Сейчас там находится бар и лаунж. Это в конце видео я вам покажу. Вероятно, во времена Филиппа Пантелеева в ней устраивали концерты, потому что потолок, комнаты покрывают музыкальные инструменты, стрипки, трубы и мандолины, а также, конечно же, опять же, ангелочки. Второй этаж самый роскошный отдел, ты занимал хозяин дома. А вот первый этаж и антресоли он сдавал в наем. Стены парадных комнат Филипп Пантелеев отделал искусственным рамором с необычными разноцветными рамками. Музыкальная гостиная приводит в зал с купидончиками. Вы тоже все это увидите. И сейчас в особняке работает гостиница. В этих двух парадных комнатах находятся бар и лаунж, как я уже сказала. Туда может войти каждый, любой желающий. Можно только позвонить в звонок и сказать, что вы в бар. В зал с ангелочками меня открыли уже в конце. Когда я уже уходила, я пришла одеваться в этот бар. Там есть вешалка. И она у меня спрашивает, вы были у нас в лаунже? Вы видели зал с ангелочками? Я говорю, нет. Она меня туда провела. И я поняла, что ради этих двух комнат, ради музыкальной гостиницы, где сейчас находится бар, и зал с ангелочками, и стоило уже ради этого стоило прийти в этот особняк. Парадная филада Филиппа Пантелеева завершалась третьей комнатой. Внутри нее сейчас самый великолепный номер с колоннами и печью с белыми длапкими изразцами. Я видел этот номер. У меня горничные там убирали, но я не успела его заснять. А вот печь с гладкими плитами я вам тоже покажу. Теперь что касается выставки. Здесь проходит выставка. Это гостиница Twelve Resents, Бутик-Отель. Называется выставка «12 разных взглядов». «12 взглядов» называется выставка. Да, и, знаете, она проходит в форме квеста. Это настолько удивительно, необычно. Настолько затягивает. Ну, в общем, я просто в восторге. Просто в восторге. То есть надо ходить свободно. Вот кладка сейчас справа, вы видите, да, кирпичная, оригинальная. То есть можно свободно перемещаться по всему особняку. Свободно находить объекты, вот эти вот арт-объекты, произведения искусства, скажем так. И вот картина. Кстати, одно из этих произведений искусства. Это 12 штук произведений, 12 личных историй, которые собираются вместе в один пазл. Представляют нам авторов этих работ. Вот еще одна, видите, так можно подниматься и видите такой вот арт-объект. То есть все арт-объекты расставлены по всему отелю. Мне так понравилось, что можно свободно перемещаться. Я просто в восторге. Когда мне девушка показывала музыкальную гостиную, она была очень удивлена, когда я спросила, а вот на третьем этаже это тоже выставка? Она говорит, вы поднялись на третий этаж. Вы туда дошли? Я говорю, да. Она говорит, туда мало кто доходит. Но сейчас вы все увидите. Обо всем по порядку. Я дошла на третий этаж. Конечно же, дошла. Очень красивая еще одна есть лестница. И вдоль этой лестницы висят тоже расположенные эти вот арт-объекты. И поднимаясь наверх, снимая эти арт-объекты, я поднялась на третий этаж. И там увидела потрясающий тоже. Ну, давайте пойдем постепенно по очереди. Итак, мы с вами поднялись по лестнице. Вот такие купидончики, купидончики. И вся эта лепка, все потолки здесь оригинальные. И вот начинаются как бы вот арт-объекты выставочные. Вот видите? Я вам потом назову авторов, которые здесь участвуют. Я была на их выставках на винзаводе. Вот, вот ваза, арт-объект. Сейчас я вам буду о них рассказывать. Вы что думаете сейчас? Это ваза. Это чаша с озерной водой. Уранди. Из глины, керамика, глазурь. Ольга Аксенова, автор. Эти все вещи продаются. Стоимость 25 тысяч рублей. А то, что вы видите рядышком, к сожалению, в описании мне здесь не дали. Я не могу вам сказать, кто автор этой работы. Не могу. Но, опять же, цены здесь разные. 60 тысяч, 30 тысяч, 45 тысяч, 25 тысяч. Даже есть 200 тысяч фотографии. Так, мы с вами в баре. Вот так выглядит потолок бара. Здесь мне предложили раздеться, оставить верхнюю одежду. И дальше, вот видите, закрытые двери слева. Там как раз находится зал с купидончиками. А вот этот бар, это и есть музыкальная гостиная. Сейчас мы будем рассматривать все. Значит, здесь я обнаружила вот такие вот арт-объекты на окне. Судя по всему, это Алина Магомедова. Сохранить в памяти называется. 10 тысяч рублей стоит. Глина и найденные камни. Потом здесь, по-моему, еще есть арт-объект. Сейчас я его найду. У меня здесь медали-брошюрку. Я параллельно, когда озвучиваю, конечно же, читаю. Вот там вот, за кустиком. Посмотрим, там что-то есть. Вот. И этот образ отеля очень часто попадает в фокус внимания художников. Ведь это метафора времени. Смены вектора окружающего пространства. Это новый дом, новый вид из окна. И, возможно, новые встречи, обостряющие восприятие. Вот. И 12 Resents Boutique Hotel, как раз это еще и взгляд Филиппа Пантелеева, благодаря скульптурной мастерской, которого в конце XIX века особняк стал памятником архитектуры, ключевым элементом оформления, которого является лепнина, словно добавляющая пространство телесности, витеватости и харизмы. И объекты современного искусства бережно интегрируются в эти этлетичные интерьеры отеля, продолжая звучащий здесь диалог между культурным наследием прошлого и актуальными элементами архитектуры. Вот здесь, видите, с левой стороны деревянная стена. Это как раз вот тоже оставленная деревянная стена. То есть это второй этаж, он из дерева. Дальше я позволила себе здесь пройти и увидеть еще несколько арт-объектов. Вот они. Ну, девушка-домминистратор мне сказала, что многие уже предметы проданы. Предметы искусства, в смысле, они проданы. Вот картина, вазы, это все тоже выставка, которая просто, блуждая по коридорам, можно наткнуться на такие вот объекты архитектуры, искусства. Ну вот, я знаю, что терамика здесь представлена Ульяной Акбан и Ольгой Махно. Возможно, вот это и их работы. Есть также артефакты Дани Пироговой из бетона и проволоки, магические фотографии застывшей реальности Жени Миронова. Также можно увидеть скульптуры талисмана Сергея Судакова, невесомые работы Дарьи Нередкиной, Ольги Аксеновой, Алины Магомедовой, Дарьи Клементьевой. Различные взгляды художников на искусство, их выбор медиумов и тем, удивительная оптика художественной практики и личные истории, стоящие за каждой представленной в отеле работы, складываются в важный вопрос, что для меня значит искусство. Всего интервенция насчитывает более 20 произведений, которые расположены по всему пространству. Их поиск становится своеобразной игрой, во время которой есть возможность замедлиться и найти ответы на вопросы, которые задают авторы и которые, может быть, волнуют и нас самих. Основатель онлайн-галереи «Элифан», участник, который здесь представлены свои работы, говорил о том, что важно было сохранить аутентичность места, его историю и характер. В то же время показать, насколько взгляд разных художников может изменить оптику восприятия, превращая нас в созерцателей, в собеседников, даже соавторов. И рассказанные нам истории в камерном пространстве отели становятся очень близкими, очень личными. Это как собирать собственный визуальный дневник эмоций. Вот тоже, видите, показаны здесь бревна, настоящие бревна, из которых сложен этот дом. А вот эта картина, которая вот здесь, черно-белая фотография, вот именно эта работа, я ее вам только что показывала, она стоит 200 тысяч рублей. Вот эта работа «Ангел», Женя Миронов, автор, 150 тысяч рублей. Пожалуйста. А вот на этой стене, вот с правой стороны работа, она называется «Раталог вселенных», и стоит она 200 тысяч рублей. Это фотография «Эспринт» с накаткой на Капофикс. И вот здесь я позволила себе зайти, войти в дверь, которая здесь была. И там оказался третий этаж. Да. Вот он. Смотрите, какая красота. Я сначала не поняла, что это такое. Я думаю, это арт-объекты, не арт-объекты. Потом спросила у девушки, оказалось, что это тоже арт-объекты. Да, это тоже часть выставки. Практически чердак, уже почти под потолком. Но тем не менее. Практически чердак. 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 вот этими римскими цифрами это так обозначены номера здесь тоже номера ну один номер это понимаю здесь на этом этаже а нет вот два еще один десятый думаю что это оставили бревна чтобы было видно чего сделан этот дом я думаю вот так вот с правой стороны как раз печь вот она с плоскими изразцами а вот еще одна от работа на вот еще одна а Продолжение следует... 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 вот из проволоки и бетона это думаю это работа дани пирогова вот и давайте посмотрим это я еще раз вернулась посмотреть на эти работы я уже вам их вам про них рассказала не про все конечно какие вот мне дали вот такую как листики листочки с описанием и можно было аудио дит по qr-коду тоже навести и загрузить этот дит но я не стала этого делать я вот эта проволота работа называется гнездо из бетонной проволоки что про ваш отель про сам особняк конечно и все как-то боялись сюда прийти а тут вдруг выставка еще тогда написано квест выставка квест ну ничего себе да это смысле вы сейчас меня хвалите да я открыла дверь где написано выход ну вот эти картинки по всему интернету такая занятия вот это это лектика такой потолок и люстра современный глаз а печи тоже до остались патчем не сносили и остраем дизайн некоторые комнаты у нас сохранились комнатные детали это запорки очищены от коррозии металла соответственно некоторые были отрестопрированы зерни как слепки с того чтобы было большинство деталей которые вы здесь видите то есть узорности даже пакет это пакет сохранился на пакет чисто не сохранился и мы на основе того что было сделано как раз снова потому что здесь комнатный финальный это комнат называется дом тысячи купидонов я читала что хозяин занимался лепкой в смысле продавал лепные изделия и поэтому на фасаде столько лепки как типа реклама да видеть вейф который был в последних моментах он вместе с константином работали над фасадом и внешней и внутренней отделкой и внутренней отделкой ну действительно это было в качестве рекламы достаточно хорошо удалось удалось да отлично спасибо вам большое ой класс а что то вы еще мне показали вот это гнездо и что то еще с той стороны что ли рука руки это проект и лаборация с ульяной агбан тихий час называется волчок 2023 год керамика 30 тысяч рублей портет частично сохранился частично сохранился портет вот и все на сегодня всем огромное спасибо за просмотр этого видео за внимание к моему каналу Алла вам огромнейшее спасибо за поддержку за подсказку такого я не видела никогда чтобы можно было свободно ходить по особняку по гостинице в виде квеста и искать предметы первый раз такое просто потрясающе спасибо вам огромное за то что меня сюда направили а я на этом прощаюсь с вами и как всегда в конце видео желаю вам всего самого доброго и конечно же прежде всего здоровья до встречи до свидания увидимся пока пока будьте здоровы Алла вы молодец спасибо кстати пишите мне если вы узнаете куда можно пробраться в какой особняк каким то образом на какую то выставку без выставки платно бесплатно пишите вы же знаете мою любовь к старинным особнякам так что сами будем создавать с вами места куда можно пойти успех спасибо вам большое спасибо Алла просто доставили мне удовольствие потрясающее просто просто вообще спасибо 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 спасибо